Друзья, следующий выпуск новостей смотрите в 8 часов, а мы в нашей студии встречаем гостю, как и анонсировали, врач-педиатр Эмилия Руслановна. Элина. Элина, прошу прощения, Элина Руслановна Мельниченко. Доброе утро. Здравствуйте. Ну мы вас поздравляем, сегодня день педиатра. Спасибо большое, мне приятно. Сегодня у вас праздник, я думаю, что и тёплые слова найдутся для ваших коллег, но хоть и в праздничный такой день, хочется с вами поговорить о серьёзном. Вы знаете, профессия медика самая главная, а педиатр это вообще то, что занимает особую нишу, потому что работать приходится с детками. Самая острая тема, о которой хочется поговорить, это вакцинация. Почему-то она возникает, как вы думаете, в чём проблема, то, что на сегодняшний день, она никак не прекратится? На самом деле, да, на сегодняшний день такая проблема есть. И в этом году, к примеру, она стоит наиболее остро в сравнении с прошлым годом, потому что выросло число заболеваемости определёнными болезнями, например, это корь и паратит по всей России. Число заболеваний корью выросло на огромные цифры. Для сравнения, в прошлом году по всей России было зарегистрировано порядка 500 случаев. В этом году, уже в первой половине года, зарегистрировано порядка 2000 случаев. То есть эти заболевания... Вот недавно были случаи. Да, плюс корь затронуло непосредственно наш регион, Крым. И, к сожалению, рост заболеваемости такой непосредственно связан с низким охватом вакцинации. Но я считаю, что основная причина в том, что доступ, свободный доступ к информации на сегодняшний день несёт и некоторые отрицательные моменты. Так, например? Ну, например, потому что информация порой в сети, да, и в некоторых других источниках информации предоставляется в искажённом виде, иногда предоставляется людьми не совсем компетентными в этих вопросах. И поэтому неподготовленному человеку, который потребляет эту информацию, сложно бывает распределить, где правда, а где заблуждение. То есть молодые мамочки, молодые родители, они идут в доступную информацию и начинают заниматься, мало того, что самолечением там себя возможно, но ещё и детей лечить самостоятельно. Да, к сожалению, бывает, что доверия к специалисту меньше, чем к непроверенным источникам информации. Это влечёт за собой проблемы, цифры уже есть. Какие? Ну, вот цифры заболеваемости, да, растущие. И также выросли вот число заболеваемости аппаратитом. По остальным заболеваниям, в принципе, статистика не меняется, но кори – одна из самых тяжёлых как раз-таки болезней. Лечения на сегодняшний день нет, и поэтому вакцинация должна, ну, уделяться ей больше внимания. То есть заранее всё же нужно думать. И давайте успокоим родителей, то, что сейчас вот были там пару случаев, это никакая не эпидемия, ничего? На сегодняшний день нет. Конкретно в Крыму это не эпидемия. Кроме того, существует такое понятие, как экстренная профилактика. Даже если вдруг ребёнок или взрослый человек контактировал с больным корью, он может в течение 72 часов экстренно вакцинироваться, и это защитить его от развития заболевания. И будет работать. Ну, и тот факт всё-таки, что все эти заболевания являются вакциноуправляемыми, это обнадёживает, да? То есть при вакцинации своевременной, да, в необходимом количестве, мы можем себя полностью защитить от этих серьёзных болезней, поэтому… Ну, вот смотрите, сделать вакцинацию до того, как ты, да, чтобы не заболеть, а если после, насколько она срабатывает, вот это помогает 100%. Никакой разницы, когда ты до или после. Может быть, это и останавливает родителей? Чего я буду, почём зря ребёнка мучить? Вот если вдруг что, сделаю быстрого вакцинации? Нет, к сожалению. Во-первых, установить сам факт контакта с больным человеком очень сложно. И 72 часов может не хватить? Да, может не хватить. Есть такой период, когда болезнь протекает скрыто, да, скрыто, и вы ещё можете не знать, что человек болел корью. И пока у него развьётся открытая клиника, может прийти уже более трёх суток, и уже будет просто поздно. Лучше заранее. Сложно распознать, я уже сама заволновалась. Не помню, как понять, какие симптомы? Ну, самая сложность состоит в том, что корь и любые другие, да, заболевания, протекающие серьёзно, начинаются все как типичные ОРВИ. Это обыкновенные катаральные явления, да, это повышение температуры. Но когда уже появляется характерная сыпь на теле, то вопросов уже специалистов не остаётся, то есть диагноз оставляется абсолютно верно. Но сейчас, тем более, когда холодно, то, кажется, там простудные заболевания, это сплошь и рядом, и можно не принимать. Так, понятно, с вакцинациями доступны? Есть у нас с этим проблем никаких? Да, с этим проблем совершенно никаких нет. На гособеспечении, во всех наших лечебных учреждениях есть вакцины, и поэтому с этим проблем, особенно по поводу вакцинации, что касается вакцинации против кори, проблем вообще никогда не было. Вакцины всегда доступны абсолютно для всех в необходимом количестве. Когда надо делать ребёнку? Первая вакцинация против этих заболеваний проводится в год, и вторая в 6 лет. И вот эта двукратная вакцинация обеспечивает иммунитет на протяжении всей жизни. На всю жизнь? Да, всего лишь две прививки. Переносимость нормальна в маленьком возрасте? Абсолютно нормальная переносимость. Могут быть срочные какие-то реакции, но они не смертельно, не проходят самостоятельно, не приносят. Какие реакции? Что пугает родителей? Почему они боятся делать ребёнка? Основная проблема людей, родителей пугает лихорадка. Хотя это состояние, которое... Температура. Да, температура, она и есть лихорадка, которая легко купируется с жаропонижающими средствами, то есть из-за этого переживать совершенно не стоит. Лихорадка пугает, это самый большой страх почему-то родителей. Как-то наши родители более осознанно подходили, и у нас у всех все прививки есть. Там шрам, тут шрам, в общем, никто не боялся. Так, с этим понятно. Давайте вот ещё два слова о витамине Д. Да, и такая проблема тоже на сегодняшний день есть. Почему у нас стоит тоже остров Крыму? Крым считается по умолчанию солнечным регионом, и поэтому внимания дотации витамина Д дополнительной уделяется очень мало. Но, к сожалению, это является большим заблуждением, потому что как раз-таки в последние пять лет было проведено масса исследований, которые подтвердили, что без получения витамина Д в виде лекарственных препаратов мы не в состоянии его синтезировать в нужном количестве. И даже то количество солнечных дней в Крыму, вот этих летних, да, недостаточно. Не для детей, кстати, и не для взрослых. И уже наконец-то в этом году Союз педиатров России, вот только в этом году, да, разработал национальную программу по работе с недостаточностью витамина Д. Что касается взрослого населения, то такие клинические рекомендации уже с 2015 года работают по всей Российской Федерации. Поэтому на самом деле специалисты, то есть мои коллеги должны быть в курсе этой проблемы и активно пропагандировать дополнительный прием витамина Д, а особенно детьми до трех лет. Ребята, уважаемые родители, берегите своих детей, сами принимайте витамин Д детям до трех лет активно. И, конечно же, не бойтесь вакцинации. Врач-педиатр Елина Русланова-Мильниченко, спасибо вам огромное. Сейчас прозвучат поздравления в ваш адрес. Это все для вас, дорогие наши врачи-педиатры. Поздравляем вас с праздником. Спасибо вам большое.